В очередной раз приветствую, дорогие друзья и разработчики Snowbreak'а выпустили еще один трейлер. Трейлер номера 2, в общем-то. Ну и он вышел у них намного длиннее, нежели чем первый. Давайте с вами, как говорится, посмотрим, разберем его, увидим, так сказать, то, что нам разработчики более детально преподнесли, точнее, преподнесут в новом патче, и разберемся вместе с вами, что да как, что к чему. Давайте потихонечку посмотреть. Я буду периодически видос, если что, останавливать, потому что, как бы, он довольно длинный, и сначала просматривать, а потом уже комментировать будет как-то не особо удобно, поэтому давайте прямо во время процесса. Я буду останавливать на интересных местах, и, в общем-то, буду это все дело как-то обсуждать с вами. Да, вот два новых характера в своих стандартных костюмах. Надеюсь, не слишком громко, давайте немножко вот так вот убавлю. Новая Лив. Инфинит Синк, или как-то читать Синт. Инфайт. Новая Феня. Старсайн. Странное название, блин. Звездное солнце. Старшайн, Старсайн. Короче, ладно. А новая пушка, естественно, к ней. Вот, новые костюмчики. Естественно, то, что мы видели уже в первом, так сказать, видосе, костюмчики свадебные на Лив и на Пеню. Полная его анимация. Ой, выглядит красиво очень. Прям нравится. Ну, пока что таких, знаете, моментов, которых... Которые мы не рассмотрели в первом видосе, тут пока что нету, поэтому останавливаться еще рано. Ну, вот опять же, как бы и вот этот стойк с пистолетами. О, вот это что-то уже интересное пошло. Он надевает на нее тиару. О, а вот это вот уже интересно. Судя по всему, с свадебкой, то есть, можно будет, не знаю, на них жениться или какой-то интерактив определенно добавится, как вот было в свое время с костюмом Энни, с костюмом, как бы, медсестры на нее. То есть, там тоже, как бы, есть у этого костюмчика контекстное менюшка. Там можно на все вот эти вот кнопочки истории и прочее все это дело потыкать и какие-то определенные действия вызвать. Ну, выглядит весьма интересно. Давайте дальше. Вот, как раз-таки показывают проигрывание этой анимации. Она, если что, народ зациклен. То есть, если вы будете тыкать на одну и ту же кнопку, то она будет проигрываться снова и снова с самого начала. То есть, там чего-то нового, скорее всего, не будет. Там просто, как бы, заранее записанные сцены. Ну, да, 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 как я и говорил. Извиняюсь. Да, вот, в общем-то, ее можно будет, так сказать, поменять в плане ракурсов и местоположения. Да, все как в костюме Энни. Костюмчик на феню. Тоже, так сказать, с бафнутыми сюжетами. Ее оружие. Все-таки мне пока что непонятно, что это будет, дробовик или все-таки винтовка. Потому что, ну, спорно, спорно. Да, тоже показывают с ней определенный интерактив. То есть, ну, чего-то прям какого-то интересного нового с этими костюмами имху не привносят. То есть, вот как было с Энни, только вот, условно говоря, те же яйца только в профиль, только в свадебных нарядах. В нашем случае те же сиськи только в профиль. О, а вот это что-то интересное. Ох, какая красотка. Интересно, он будет донатным или за батл пасс? Вот это вот очень хороший вопрос, от которого у меня в первую очередь появляется. Костюм на Ичилл. Выглядит забавно. Чисто, знаете, стоит особняком. То есть, там везде ляжки, сисечки и прочее. А у Ичилл, знаете, такая милота своеобразная. Ну, этот костюм, вот я зациклю на нем немножко ваше внимание. Скорее всего, он будет покупаться за билетики, которые даются каждый день при покупке месячной карты, условной. То есть, как бы, они уже как бы поняли определенный стиль рваных вот этих вот скинов, нарядов. И я вот сразу вижу невооруженным глазом, что, в общем-то, так оно и будет. Ну, выглядит в целом, в принципе, неплохо. За билетики, думаю, можно будет взять его. Это, получается, у нас новые стигматы. Только вот пока непонятно, на кого они, на Феню, либо же на Вейлдханта. Ну, судя по цветовой гамме, скорее всего, на Вейлдханта. Вот еще одни показывают. Это, скорее всего, наверное, будет на Феню. Потому что сначала показали Вейлдханта, потом Феню, в общем-то, она в логическом порядке. По идее должно так идти. Но, опять же, я могу перепутать. Новый геймплей. Вот это вот интересно. Очередная монополия, господи. То есть, это будет ивент, вот как уже был. То есть, наполовину боевой, игровой, наполовину с монополией. Тут будет, опять же, открытая карта, судя по всему. Как тогда было с пляжными этими всеми делами. Ну да, коопт «Кооперативное убийство босса». Он будет кооперативным, скорее всего, как я и говорил в первом обзоре на их первый трейлер. Он еще потом в арену добавится, как челлендж босс. Ивент уже с этим множителем, который у нас был. Другой новый контент. О, они расширят как-то дорм. То есть, появится какой-то холл с автоматами для напитков, со столиками. Такая своеобразная барная зона. Может быть, не знаю, гостевая. Но выглядит красиво. Это определенно плюс. Что-то новенькое, что-то необычное, что-то красивое. Ебать-то мэнью трясет. Хе-хе-хе. Ой. О, тут даже можно будет массаж тянком делать. Вот такого тентеркифчика одобряем. Даже фоточки можно будет фигачить. Хо-хо-хо. Кстати говоря, заметьте, физика, как мне не кажется, блин, у них подтянулось в плане, ну, вы поняли чего, да? Рентгенограмма. Так сказать, слишком уж сильная обнаженка. Хе-хе-хе-хе. Так. А вот это вот, ну-ка, подожди-ка. Нью-меню бэкграунд. Народ, мы дождались. Наконец-то, наконец-то мостик. Наконец-то мостик красивый. Ура, ура. Просто ля. Кайф. Так, это, судя по всему, обновленное меню. Так, подожди-ка. Там вот альбомы какие-то показали музыку. А, понял, что это такое, это архив. Добавят разделы с музычкой. И с картиночками. Такой своеобразный альбом воспоминаний. Ну, опять же, непосредственно битва с боссом. Новый босс, как я и говорил. Новая лока. Которую показывали уже в первом трейлере. Это вот, скорее всего, одна из подлокаций, которая будет находиться на этой локе. Ну, и вот такое вот в целом у нас обновление. Из интересного, наверное, выделю тут то, что они добавляют новый мостик, где он там был. Вот он. Вот новый мостик прям реально очень красиво выглядит. Прямо вот бомбезный, я бы даже сказал. Дальше, получается, из чего-то прикольного, это непосредственно, как бы, костюмы. Ну, свадебки мы уже видели. Скорее всего, естественно, они будут донатными. По поводу костюма на Мариан, скорее всего, он будет БПшный. Но тут, опять же, спорно, потому что либо вот это вот добавят в БПшку, либо вот это вот добавят в БПшку. Тут вопрос, конечно, как бы, ну, как бы спорная ситуация. Вопросы определенно имеются. Потому что и этот костюм выглядит более-менее как на БП, и этот костюм выглядит более-менее как на БПшку. Непосредственно новые стигматы логиста, но это все понятно. С оружием там тоже, как бы, все понятно будет. Определенно точно будет у нас фиолетовая пушка под тянок и непосредственно ее легендарный аналог. По поводу, опять же, Итчила и Марианны неизвестно, добавят ли им что-то новенькое в плане каких-то костюмчиков, точнее, не костюмчиков, а логист и прочего всего этого дела. Ну, в общем, будем посмотреть. Ну, игровые режимы, понятно. Вот обновление Дорма тоже, это все довольно-таки интересно. Ну, и, в принципе, это все, так сказать, все, что показали вот на данный момент в обновлении. В общем-то, как-то так. Опять же, как бы, выражайте свои мысли в комментариях, пишите, как вам оно нравится, не нравится. В общем, увидимся, услышимся в новых видосах. Всем пока-пока. Добрый будет с вами Силы Льдов и Снегов. Субтитры сделал DimaTorzok